Уважаемые коллеги, Ассоциация Врачей Первичного Звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от Урина Ларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии» и «Детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edudefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! СЕРАНО Что такое СЕРАНО? СЕРАНО – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш СЕРАНО Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Стримаухов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. И предлагаю вам побеседовать на тему фиксированной комбинации нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении лихорадочного и болевого синдрома. Фиксированная комбинация препаратов, она же комбинированный препарат, она же комбинация фиксированных доз, это средства, содержащие два или более активных ингредиента, обладающих необходимыми нам и пациенту терапевтическими характеристиками и объединенных при этом в одну лекарственную форму. Преимуществом фиксированных комбинаций является воздействие одновременно на разные звенья патогенеза заболевания. А это позволяет добиться более выраженного терапевтического эффекта по сравнению с монотерапией. Это этими же лекарственными средствами, входящими в состав комбинированного препарата. При этом нередко исчезает необходимость в использовании высоких доз отдельных препаратов. Кроме того, использование фиксированных комбинаций снижает проблему низкой приверженности к лечению за счет уменьшения количества таблеток, принимаемых пациентом, а также за счет упрощения схемы лечения без отклонения от рекомендованных доз и режима приема препаратов. Фиксированные комбинации обеспечивают такую же эффективность и безопасность, что и нефиксированные, и при этом имеют потенциально меньшую стоимость, что очень немаловажно, согласитесь, для наших пациентов. Ну и для здравоохранения в целом. Что же комбинируют? Что комбинируют? Много чего комбинируют, но я имею в плане нестероидных противоспалительных препаратов. Комбинируют парацетамол и бупрофен для того, чтобы усилить эффект или добавить эффект. К комбинациям прибавляются кофеин, дротоверин, чтобы снять спазм, феноборбитал, глицин успокоить и так далее. Добавляются препараты, высушивающие слизистые оболочки, чтобы уменьшить явление, допустим, ринита. Ну и так далее. Снижающий кашель, выражение кашлевого синдрома и так далее. То есть комбинации разные, все эти препараты на слуху, они у вас в домашних аптечках и в домашних аптечках у наших пациентов. Почему мы сегодня говорим о комбинациях, фиксированных комбинациях нестероидных противоспалительных препаратов? Актуальность темы надо обозначить. Потому что самыми частыми жалобами пациентов и основными причинами их обращения за медицинской помощью является повышение температуры тела и боли различной локализации. Мы с вами как-то беседовали уже о лихорадке в поликлинической практике, как к ней относиться. Но действительно лихорадка не столько синдром, сколько уже символ заболевания. Пациент, даже обращаясь в лечебное учреждение, вызывая, допустим, врача на дом по телефону, он всегда называет температура повышенная. Даже если она не повышенная, все равно говорит повышенная, чтобы приехали. Потому что уровень повышения температуры тела, лихорадка, это как бы стопроцентный повод к тому, что ситуация серьезная и можно ждать медицинскую помощь. А уж тем более, когда она реальная, эта лихорадка, да еще плохо переносится, это проблема. Ну и боли различной локализации. Наша амбулаторная медицина – это такая медицина боли. Потому что пока что-то не заболит, пациент не обращается. А боли могут быть совершенно различные. Так вот, именно наличие у пациентов лихорадочного и болевого синдромов диктует необходимость применения лекарственных средств из группы, какой? Многочисленной группы ненаркотических анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. Поэтому ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты являются наиболее широко применяемыми в клинической практике лекарственными средствами. А число людей, которые употребляют ежегодно эти препараты, исчисляется не то что миллионами, а сотнями миллионами. Самые распространенные препараты. Но мы с вами знаем, уважаемые коллеги, что даже кратковременный прием ненаркотических анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов может приводить к развитию побочных эффектов. Особенно у лиц второй половины жизни, лиц пожилого старческого возраста, которые являются основными потребителями этих препаратов. Кроме того, в ряде случаев развиваются побочные эффекты, которые для больных могут представлять угрозу для жизни. Что делает проблему правильного выбора эффективного и безопасного применения нестероидных противовоспалительных препаратов чрезвычайно актуальны. В свете этих событий широкое использование ненаркотических анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов диктует особые условия к лекарственным средствам этой группы. Предпочтение должно отдаваться лекарственным препаратам, обладающим хорошим анальгетическим и антипериотическим эффектами. Что, собственно, от них и требуется. Применение которых не приводит или редко приводит к развитию побочных реакций, как при использовании в соответствии с инструкцией, так и при случайной разовой или суточной передозировке. А также при превышении рекомендуемых сроков курсового применения. Превышение сроков использования не в соответствии с инструкцией очень часто встречается. Ну, в моей практике как минимум, наверное, и в вашей тоже. Потому что, если средство хорошее, средство помогает пациенту, он начинает использовать его иногда без контроля. Поэтому это средство должно быть не столько эффективным, не только эффективным, но и безопасным. Указанным критерием в большей степени соответствуют такие лекарственные препараты, как ибупрофен и парацетамол. Являющиеся в настоящее время наиболее популярными средствами, используемыми для оккупирования лихорадочного и болевого синдромов в поликлинической практике. Это, в принципе, средства первого и второго выбора. Ну, парацетамол. Интерес к парацетамолу обусловлен механизмом его действия, который обосредован через блокаду выработки простагландина. Ответственных за повышение температуры тел, и развитие воспалительной реакции. Однако, в отличие от других нестероидных противовоспалительных препаратов, этот эффект не является генерализованным, а проявляется преимущественно на уровне центральной нервной системы, чем объясняется выраженное антипериотическое действие парацетамола. А его анальгизирующее действие обусловлено влиянием как на центральный, так и на периферические пути проведения болевой чувствительности, в том числе на уровне спинного мозга. При этом, в отличие от других препаратов группы, он не вызывает метгемглобинамия, ульцерогенеза, гранулоцитопения и агранулоцитоза, что немаловажно при его широком применении. Бупрофен оказывает разнообразные действия, анальгизирующие, жаропонижающие, противовоспалительные. За счет чего? За счет неизбирательной, он не селективен, неизбирательной блокады циклооксигена. Он ингибирует метаболизм архидоновой кислоты и синтез простагландинов, как это и требуется от него в очаге воспалений и в здоровых тканях. Подавляет эксудативную и пролиферативную фазы воспаления. Именно при болях воспалительного характера анальгизирующие действия ибупрофена выражены наиболее ярко. Кроме того, он проявляет антиагрегантную активность. Поэтому комбинация препаратов весьма актуальна. Различия в механизмах действия препаратов делают актуальным вопрос о возможности применения их в комбинации для усиления, взаимного усиления терапевтического эффекта при лечении пациентов с лихорадочным и болевым синдромом. Почему? Потому что в этом случае одномоментный прием дополняющих друг друга активных веществ, естественно, при оптимальном соотношении доз, взаимной совместимости и синергичности действия, обеспечивает политопность фармакологического эффекта, что, собственно, от них и требуется. И вот, продолжая слово «собственно», я хочу перейти к собственному опыту применения фиксированных комбинаций этих препаратов. Чтобы не быть голословным и не ссылаться на кого-то, буду ссылаться на себя, потому что мы, задавшись вопросом, а насколько это эффективно и безопасно, обследовали 260 пациентов обоего пола с лихорадочным и болевым синдромами в возрасте от 18 до 70 лет, то есть взрослых, наблюдающихся во многих поликлиниках, а мы взяли и Московскую область, и Санкт-Петербург, и Уфу, и применяли препараты. Парацетамол по 500 мг 4 раза в день для отдельной группы пациентов, ибупрофин по 400 мг 3 раза в день для другой группы пациентов, и ибуклин, сочетающий в себе комбинацию препаратов, парацетамола 325 мг, ибупрофена 400 мг, фиксированная комбинация лекарственных препаратов. Его применяли по одной таблетке 3 раза в день. Продолжительность лечения 5 дней, и этого было, как вы увидите, вполне достаточно. Что же за пациенты были с лихорадочным синдромом? Это было 130 пациентов с лихорадочным синдромом различного генеза. Из них 50 принимали ибуклин, комбинированный препарат, 40 ибупрофен и 40 парацетамола. Ведущим синдромом была лихорадка, которая сопровождала острую вирусную инфекцию. Основной контингент париклиники – это острая вирусная инфекция. Острый или обострение хронического арения, итотит, тензелит, трохиит, бронхит, цистит, простатит и так далее. Именно эти пациенты – наиболее частые посетители поликлиник, пришедшими за медицинской помощью к врачу. И врач должен оказать эту помощь и добиться быстрого и хорошего эффекта, иначе пациент не будет врачу доверять и не решит проблему, которая у него возникла. Так вот, выраженность лихорадочного синдрома до и после применения препарата, одного из трех, оценивалась врачом во время поликлинического приема или при посещении дому и самим пациентом в домашних условиях посредством акселярной термометрии. О ней мы тоже с вами уже говорили в беседе о лихорадке. Что же были за пациенты с болевым синдромом? Это тоже 130 пациентов с болевым синдромом различного генеза. 50 также принимали ибуклин, 40 ибупрофен и 40 парцетамол пациентов. Ведущим был болевой синдром, который сопровождал остеохондроз различных отделов позвоночника, связанной с ними боли. Цервикологию, корниологию, теракологию, люмбологию, головной боль напряжения, артрозы, артриты, миозиты, межеберневрологии, невриты, ушибы и даже мигрень. Тоже очень характерный список патологий, с которыми приходят пациенты на прием к врачу поликлиники. Будет это врач-терапевт участковый или врач общей практики. Вот это наш контингент. Выраженность болевого синдрома до и после применения препарата пациент оценивал самостоятельно по визуально-аналоговой шкале в первый день лечения, а затем по бальной системе на второй-пятый день лечения при повседневной нагрузке и в условиях привычной физической активности. Ну, визуально-аналоговая шкала вам хорошо известна. А бальная система от нуля баллов, где нет боли, до трех баллов, где боль значительна. Что же у нас получилось? Вот средняя температура тела. Мы берем первый день лечения, первый прием препарата. Все три препарата и парацетамол, и ибупрофен, и их комбинация в виде ибуклина сработали совершенно замечательно. Взяв фибрильную лихорадку, они уже через полчаса превратили ее в субфибрильную лихорадку, а через два часа в малый субфибрилитет. Что, согласитесь, является очень хорошим эффектом при однократном применении этих препаратов. Но эффект препаратов не вечен, поэтому где-то к шестому часу эффект стал ослабевать, хотя и не вышел на исходные позиции. Поэтому после именно этого времени уже следовал второй прием препарата. Так вот, в первый день лечения второй прием препарата. Если в первый день лечения все препараты сработали синхронно, то на втором приеме препарата явное опережение в эффективности препарата комбинировано. Комбинация вупрофена с парацетамолом, пусть даже парацетамол в меньшей дозе, чем монотерапия, демонстрирует явную клиническую эффективность снижения температуры тела в первый день лечения уже при втором приеме препарата. Аналогичная ситуация прослеживалась и к третьему приему препарата в течение первых суток лечения. А вот со второго по пятый день температуры тела мы с вами видим, что препараты работают, и парацетамол и бупрофен снижают температуру тела до нормальных величин со второго по пятый день лечения, Но эффект наиболее выражен У комбинации этих препаратов Ибупрофен плюс парацетамол В виде препарата ибуклина Но что собственно от него и требовалось Логично предположить, что мы комбинируем Препараты именно для того, чтобы достичь Выраженного и более быстрого эффекта Чего мы собственно здесь и достигаем В отношении температуры тела То есть при лечении лихорадочного синдрома Боль Пациенты с болью Вот первый день лечения, первый прием препарата И парацетамол, ибупрофен И ибуклин, их комбинация Демонстрируют высокую Клиническую эффективность За основу берется Достаточно выраженная боль Около 70 баллов По визуально аналоговой шкале Уже через 30 минут Существенный регресс болевого синдрома Максимум эффекта через 2 часа Ну и как обычно Истощение некоторых эффектов К 6 часу после Первого приема препарата Все препараты работают Достаточно синхронно Хотя некоторое опережение В эффективности комбинированной Комбинированного препарата Уже наблюдается И вот второй прием препарата Этот эффект собственно и подтверждает Комбинация препаратов Действует эффективнее Приводя к более выраженному Регрессу болевого синдрома И собственно Ко второму часу После назначения препаратов Болевой синдром остается на таких Ну вот Каких-то фоновых показателях Со второго по пятый Дни лечения Интенсивность боли Также достоверно снижается И опять-таки Комбинация препаратов Работает эффективнее Потому что она комбинация препаратов Потому что там два препарата С синергизмом действия Взаимодополняющих друг друга Которые решают эту проблему Регресс боли Устранение болевого синдрома Тогда мы посмотрели в сумме Эффективность лечения Вот эффективность проведенного лечения Оценивалась и лечащим врачом И пациентам Независимо друг от друга Независимо Спрашивали лечащих врачей Спрашивали пациентов Причем они не согласовывали Свои позиции Оценили по четырехбальной шкале От 0 баллов нет эффекта До 3 баллов выраженный эффект Так вот Эффективность всех препаратов В большинстве случаев Была высокой По мнению пациентов 67-75% эффективности По мнению врачей 66-80% эффективности То есть как видите Мнение практически совпало И вот показатели эффективности Если мы берем баллы Колебались в пределах От 2,5 и выше баллов То есть это Очень близко к выраженному То есть хорошему Эффекту от этих препаратов Но Они нарастали в ряду Парацетамол Ибупрофен Ибуклин Именно в такой последовательности Пациенты и врачи Отмечали эффективность Этих препаратов В купировании Лихорадочного и болевого синдромов Побочные эффекты Мы с вами прекрасно понимаем Что мы назначаем комбинацию Фиксированную комбинацию Препаратов Для того, чтобы добиться Более быстрого И более выраженного эффекта Для этого она и существует Но мы должны Ответить на вопрос А не является ли Вот эта комбинация Поводом для Усугубления Побочных эффектов Или более частого Так вот Побочные эффекты Были редкими И отмечались практически С одинаковой частотой Во всех группах пациентов Вот они были У 14% пациентов Принимавших Ибупрофен У 15% Пациентов Принимавших Ибуклин И у 16% Пациентов Принимавших Парацетамол Разница между ними Недостоверна Это примерно Одно и то же Количество пациентов И все эти эффекты Как и полагается При этой группе препаратов Были связаны В основном С раздражающим Действием препаратов На слизистую оболочку Верхних отделов Желудочно-кишечного тракта И проявлялись Эпизодами Снижения аппетита С эпизодами Тошноты Изжоги Дискомфорта В эпигастре Что диктует Необходимость Даже на короткие сроки Применения этих препаратов Все-таки чем-то Прикрывать желудок Допустим Гастропротекцию Ингибитором Гастропротонной помпы Аж 2-аблокаторами Еще чем вы решите Но целесообразно Это сделать Ну уж как минимум Принимайте эти препараты После приема пищи Чтоб желудок был не пустой Ну вот и как раз В отношении этого Мне вспомнилась фраза Бориса Евгеньевича Вотчила Если препарат Лишен побочных эффектов Следует задуматься Есть ли у него Какие-либо эффекты вообще Но это на самом деле правильно Препарат Должен как-то себя проявлять И благотворно Ради чего он назначается Но и к сожалению Не очень благотворно Поскольку Идеала не существует И вот эти побочные эффекты Которые мы наблюдали Они полностью укладываются В ту картину Среднестатистических Побочных эффектов Которые в принципе Наблюдаются По применению препаратов Этой группы Таким образом Все препараты Продемонстрировали Высокую эффективность В купировании лечения Болевого и лихорадочного Синдромов Различного происхождения У пациентов В амбулаторно-поликлинических Условиях При этом Средняя эффективность Курсового применения Комбинированного препарата Была выше Чем у средств монотерапии Фиксированная комбинация Ибупрофена 400 мг Ипарацетамола 325 мг Назначаемая в дозе Одна таблетка на прием При максимальной суточной дозе Три таблетки Позволяет добиться Быстрого и стойкого Регресса Патологической симптоматики У пациентов Побочные явления Не носят массового характера Отмечаются спорадически При соблюдении Разовой и суточной доз И рекомендованной Длительности приема препарата И не являются причиной Прекращения лечения Лечение не было прекращено Ни в одном случае Надо сказать Что длительность Применения Вот в массе Большинства пациентов При лихорадочном синдроме Достаточно было Трех дней лечения При болевом синдроме Пять Все-таки за три дня Не укладывается Но в принципе Все срабатывает быстро Особенно при комбинации Поэтому особенно актуальным Представляется Использование Фиксированной комбинации Препаратов При заболеваниях Сопровождающимся Как болевым Так и лихорадочным Синдромом Потому что в этих случаях Выраженная местная Местная Противовоспалительная Активность Ибупрофена Дополняемая Центральным Действием Парцетамола Проявляется Более быстрым Регрессом Патологической Симптоматики Кроме того Несомненным Преимуществом Является Сочетание Двух активных Веществ В одной Удобной Для приема Лекарственной Форме Что повышает Эффективность Лечения Пациента В поликлинике Почему именно В поликлинике Ну потому что В стационаре Когда тот же самый Допустим Пациент По какому поводу В стационаре Пациент согласен На все На любую Диагностику На такое Обильное Лечение И пероральное И парантеральное И на многие Лекарственные Препараты В поликлинике По другому Вот Я даже тут Помещаю На этом слайде Что это Объясняется Особенностями Психологии Большинства Пациентов Предпочитающими В домашних Условиях Вот в амбулаторных Использовать Минимальное Количество Медикаментов Необходимость Приема Даже двух Трех Лекарственных Препаратов Расценивается Многими Поверьте Это так Многими Из них Как избыточные Рекомендации Как залечивание Даже такое слово Вы меня залечиваете Доктор Почему так много Препаратов Хотя в стационаре Допустим Он еще больше Как залечивание Наносящее вред здоровью Пациент Начинает сомневаться В правильности Терапевтической тактики Теряет доверие К врачу Нарушает режим Приема препаратов Результат Снижения Эффективности Лечения Кто виноват Врач Пациент Никогда себя Ни в чем Не винит И это правильно Это не его дело Винит Наше дело Сделать Так Чтобы пациенту Все было понятно Чтобы он Придерживался Наших рекомендаций Тогда мы можем С большей степенью Вероятности И достоверности Гарантировать ему Хороший Клинический эффект На Наше назначение Вывод Вывод Какой мы Зато Можем Сделать А вывод Такой Что лекарственные Средства Обеспечивающие Политопность Фармакологического Эффекта Связанного С одномоментным Приемом Отличающихся По механизму Действия Но Взаимодополняющих Друг друга Активных Веществ В оптимальном Соотношении Доз Может рассматриваться Как препарат Первой линии Для симптоматической И патогенетической Терапии Лихорадочного И болевого Синдромов Различного Генеза В амбулаторно-поликлинической Практике И Это нашло Своё отражение Суммирование Вот этих наблюдений Нашло своё отражение В статье Опубликованной Большой группой Авторов Которая называется Эффективность И безопасность Фиксированной Комбинации Бупрофен-Парастамол При лихорадочном Болевом синдром В амбулаторной Практике С этой статьей Вы можете ознакомиться И уточнить Некоторые аспекты Которые я сегодня Привёл В своей беседе Почему я Говорю об этом Потому что я уже Проверил У меня есть Ну как вам сказать Есть Возможность Поделиться с вами Собственным опытом В применении Такого рода препаратов Основанным На анализе Их эффективности И на хорошем Спектре безопасности Я люблю Комбинированные Препараты Потому что Они позволяют Более Мягко Понятно Для пациентов Работать с ним Назначая Как бы Одну таблетку С несколькими Активными Веществами Мы решаем Сразу Несколько вопросов У этого пациента Купирование лихорадки Купирование боли И он становится Спокойнее Пациент видит Эффект А когда мы Добиваемся эффекта Уже после первого дня Нашего лечения Пациент начинает нам И начинает И продолжает Доверять нам Скажет Да Я пришел с проблемой К этому доктору Этот доктор Эту проблему решил Поэтому обращаясь К словам Николая Васильевича Гоголя Я так и вот Хочу повторить Его высказание Пример Сильней правил Пример Сильней правил Правил много Но хороший пример Нормального лечения Нормальной лечебной Диагностической тактики С пациентом Адекватного применения Лекарственных средств С высокой эффективностью Без потери Безопасности Согласитесь Этого дорогого стоит Пример Сильней правил Поэтому уважаемые Мои коллеги Если моя сегодняшняя беседа Кажется для вас полезной И вы обратите свой взор На фиксированные комбинации Нестероидных Противовоспалительных препаратов В частности Для купирования Лихорадочных Булевых синдромов У пациентов Амбулаторно-поликлинического звена Если это будет вам полезным Я буду весьма счастлив Спасибо вам большое за внимание До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры